Если мы посмотрим на то, как двигалась капитализация биткоина, она там росла до 300, падала вниз. Крипта – это зло. Росла до 1000, падала до 200. Господь дал шанс России. Росла до 20 тысяч, падала до 3000. В чем мы свернули не туда? Я чувствую, что рынок начинает разворачиваться, что-то идет не так, я хочу купить еще больше биткоина. Рынок переживает непростые времена. Там столько миллиардов капитализации, не может быть так, что это просто вот так возьмет и слопнется. Казалось, что может. Для нас это, несомненно, время возможностей. Крипта – это идеальный способ обойти западные санкции. Но это чисто их шкурный интерес. Я-то считаю, что это криптомания. Есть люди больные. Криптаны, их называют на сленге. Пацаны, криптаны, паханы. Больные, больные. Поэтому надо и здесь защитить наших граждан. На блокчейн-системах можно построить государственные институты? Сто процентов да. А это не мешает ли коррупции? Это устраняет коррупцию на сто процентов. Самые продвинутые технологичные коррупционеры пользуются криптой. Криптовалюты – это социальный лифт. Я на этом лифте неплохо прокатился. Не форбцы. Привет, друзья! Меня зовут Ярослав Бабушкин. Это не форбцы. И наш второй выпуск о крипте. Кстати, если не смотрели первые, обязательно гляньте. Ссылка в описании под этим видео. В прошлом выпуске мы поговорили с главными криптоэкспертами России. Обсудили с ними, от чего зависит цена на крипту. С чего стоит начать изучение криптовалют. Стоит ли сейчас покупать биток, эфириум или может что-то менее популярное. И можно ли на этом сегодня сделать 10x. Сегодня же мы обсудим, что произошло с криптой в 2022-м. И что ее и технологию блокчейн ждет в будущем. Биткоин, NFT, майнинг, криптовалюта. И еще о компьютерных штуках. Это вы создали биткоин? Не буду отвечать. У кого мой талон на обед? Система блокчейн гениальна. Банки могут узурпировать ваши бабки в любой момент. Крипта в этот момент проходит на помощь. Сегодня я ввожу в оборот новый термин – крипто-цыгане. Может быть вы наркобарон, желающий отмыть героиновые деньги? Майнинг – это своего рода боровство электроэнергии. За сбыт и выпуск криптовалют может грозить наказание до 7 лет лишения свободы. Настоящая революция в мире денег. И в сознании заодно. Как в матрице непонятно, где границы реальности. Не ворцы. 2022 год стал для криптовалютного рынка одним из самых тяжелых за все время существования. Сама по себе криптовалюта не виновата, что вокруг нее образуются не только новые гении предпринимателей, но и новые мошенники. С неября 2021 года, когда основные криптовалюты достигали своих пиковых высот, рынок потерял около 2 триллионов долларов капитализации. Курс биткоина, главной криптовалюты, в настоящий момент упал в три раза за год. Свыше 40% инвесторов, вложивших деньги в биткоин, ушли в минус и разоряются один за другим. Люди при этом, которые не вкладывались в биткоин, сейчас ликуют, потому что они вложились ни во что и сейчас по итогу в плюсы. Произошло это по нескольким причинам. В борьбе с постпандемическим всплеском инфляции центробанки повысили процентные ставки. Это снизило аппетит инвесторов к высокорисковым активам с высокой доходностью, в том числе к криптовалютам. США ужесточили свою монетарную политику, благодаря которой все рисковые активы оказались в просадке. На рынке произошел ряд скандалов. Крах криптолендинговых платформ, обвал USD, банкротство – одно из крупнейших в мире по объему торгов криптовалютных бирж FTX. Каждый криптокрах тянул за собой волну новых банкротств. Первым большим криптофиаско стал алгоритмический стейблкоин DERA USD. Еще в апреле этого года токен LUNA входил в десятку самых крупных криптопроектов по капитализации. Его стоимость достигала 30 миллиардов долларов. Сравнить это можно с одной третью капитализации нашего Газпрома, сырьевого национального достояния России. Но это какой-то токен LUNA. Однако 12 мая криптобиржа Binance сообщила, что 99,7% стоимости LUNA все-таки потеряла. Сегодня она не стоит практически ничего. Что сегодня происходит с рынком вообще криптовалюты? Рынок переживает непростые времена. Это такой здоровый цикл. То есть если мы посмотрим на то, как там двигалась капитализация биткоина, она там росла до 300, падала вниз, росла до 1000, падала до 200, росла до 20000, падала до 3000. Эти все колебания, они естественны. Чем они вызваны? Ну, несколькими факторами. Во-первых, макроэкономическая ситуация, она сложная в мире. Есть такой, можно сказать, энергетический кризис, кризис энергоресурсов. Про его причины можно долго говорить. Есть инфляция высокая по миру. И у людей опасения того, насколько вся система устойчива. Когда система вызывает опасения, люди хотят иметь что-то ликвидное, что-то твердое. То есть, например, просто деньги. Поэтому профессиональные игроки, какие-то фонды, им нужно хеджировать свои риски. Они продают биткоин, эфир и много чего. Плюс случился вот этот ужасный крах стейбл токена Луна и блокчейна Терра, который был управляющим компанией вот этого всего. Непонятно, почему он произошел. То есть, то ли это была спланированная атака. И у них были экономические изъяны в протоколе. Слишком высокая доходность. И случился такой банк ран. То есть, когда пользователи просто выводили деньги. И протоколу не хватало ликвидности, чтобы покрыть вот этот. Как если из банка завтра все начнут забирать свои деньги. Он не сможет их все выдать, потому что он реинвестирует. Да, там дает кредиты и так далее. Случился банк ран. У проекта не оказалось ликвидности. И вместо 50 миллиардов мы оказались там с нулем. Очень много инвесторов потеряли деньги. Более того, у Терры были запасы биткоина, эфира, которые они продавали. И заодно цена всего рынка начала падать. Чем ниже там она падала, тем игроки, у которых было какое-то плечо. И они тоже вынуждены были продавать, чтобы не терять еще больше. И мы вот пришли туда, куда пришли. Однако, ну это отличная возможность для того, чтобы меньше думать о стоимости криптоактивов и фокусироваться на создании чего-то нового. И отличная возможность для реально крутых игроков, у которых там как раз есть наличность, есть ликвидность. И есть возможности покупать вот эти криптовалюты на текущих уровнях. И это все приведет к следующему там взрывному циклу, ну когда он будет сложно сказать. Что произошло с Луной и прочими проектами? Как вообще ориентироваться в крипте? Потому что ощущение, что просто никак. Граждане нашей страны зачастую, я не знаю, утюг выбирают дольше, чем криптовалюту, в которую инвестируют. И вот здесь основная проблема, что люди бездумно инвестируют и зачастую теряют деньги. Здесь в криптовалюте самое важное, что это анализ. Если вкладываться просто бездумно, то, что тебе нравится, либо что вдруг где-то графики растет, риск потери денег очень велик. А если анализировать, что действительно, почему проект может вырасти, из-за чего, где там, какая команда, какая-то киномика, какое там, не знаю, комьюнити, где токен будет использоваться, там, есть ли у него какая-нибудь дополнительная эмиссия, когда там разблокировки будут токенов, не знаю, у фондов, у команды, потому что потенциально они могут сливать в рынок, какие перспективы, какие продукты делают, посмотреть-то там, не знаю, на road map проекта, можно все деньги потерять. Говоря о той же лунной и UST, там, и как это все вывалилось, понятное дело, что я там один из тех тоже людей, кто много на этом потерял деньги. Но когда мы возвращаемся в прошлое, начинаем анализировать, мы понимаем, что вот эти проблемы были, на самом деле, заранее видны. Особенно там на Curvy, там тоже был разбаланс и UST, то есть все вот эти моменты с точки зрения аналитики можно было заранее увидеть. И с той же там лунной, я просто, это были мои ошибки, что я просто не проанализировал полностью, скажем так, то, что происходит, где-то подался каким-то эмоциям, потому что подумал, что вот есть, прямо сейчас все падает, есть возможность купить, потому что в любом случае все отрастет, потому что как, там столько миллиардов капитализации, там UST плюс луна, там почти 50 ярдов было долларов капитализации, не может быть так, что это просто так возьмет и схлопнется. Казалось, что может, да, и все к этому подходило, потому что когда начинаешь просто задним числом анализировать, что происходило, там, предположим, за пару дней, это можно было предвидеть, на самом деле. В ноябре 22-го года произошло еще одно потрясение – крах криптоимперии Сэма Бэнкмана Фрида. Ему принадлежала одна из крупнейших бирж FTX. За несколько дней молодой криптобарон, которому на тот момент было всего 30 лет, потерял состояние 15,6 миллиардов долларов. Всего лишь за одну неделю Сэм Бэнкман Фрид превратился из миллиардера, рыцаря на белом коне от мира крипты и главы одной из самых крупных бирж, как многие считают, беглеца в розыске – FTX. Однажды стоящая 32 миллиарда долларов, теперь банкрот. И ее стоимость, по сути, равна нулю. Сэм был крайне любопытным молодым человеком, любимцем публики венчурных инвесторов, журналистов и даже чиновников. Последним, кстати, он нравился из-за своей щедрости, и перед одними из выборов Бэнкман Фрид пожертвовал кандидатам почти 40 миллионов долларов, а также охотно нанимал на работу бывших госслужащих. FTX – это настоящий бизнес. Он находился на вершине криптомира. 30-летний миллиардер Сэм Бэнкман Фрид. Вам просто нужен FTX. Это FTX – простой и безопасный путь в крипто. Реклама на Суперболл. Да. Название стадионов. Стив Карри, Жизель Бюнхен. Но ранним утром 11 ноября все это окончилось. Его называли вундеркиндом и приверженцем эффективного альтруизма. Он обещал раздать все свое состояние в течение жизни. В январе прошлого года его компания, которая оценивалась на тот момент в 32 миллиарда долларов, привлекла еще 400 миллионов долларов. У нее был невероятный пул инвесторов, начиная с всемирно известного венчурного фонда Sequoia Capital, который до этого инвестировал в Google, YouTube, LinkedIn, Airbnb, WhatsApp, Instagram и многие другие компании. Так и, вы сейчас удивитесь, совет по пенсионному планированию учителей Онтарио. Сэму, Бэнкману, Фриду верили почти все. И как оказалось, зря. Компания FTX обанкротилась, пытаясь выручить другое детище Бэнкмана Фрида трейдинговую компанию Alameda Research. Сэм одолжил ей миллиарды долларов из средств клиентов FTX. Мне неизвестно об использовании депозитов FTX для выплаты кредиторам Alameda. Я не знал о каком-либо нецелевом использовании средств клиентов. Позже стало известно, что Бэнкман Фрид очень креативно занимался своим бизнесом. По словам Джона Рея, ветерана сферы американских корпоративных банкротств, который возглавил биржу FTX после Сэма, Во время встреч с инвесторами наш герой играл в видеоигры. За счет средств компания покупал дома на Багамах, не проводил аудит, многие из компаний FTX Group никогда не проводили заседания Совета директоров. В корпоративной документации не было даже полного списка банковских счетов. Нет информации, каким объемом средств располагал FTX на момент банкротства. Сотрудники нанимали стяп-ляп с размытыми сферами ответственности. Полного списка тех, кто работал в FTX, просто не существует. Выплаты команде также осуществлялись довольно новаторским способом. Они писали запросы в специальный чат, и группа супервайзеров одобряла выплату, отвечая персонализированными эмодзи. У основных компаний группы не было бухгалтерского учета, записи об инвестициях и деятельности. В лучшем случае эти события вскрыли отсутствие внутреннего контроля и тотальные ошибки в управлении. А в худшем – Сэмбэнк Манфрид и его приближенные обманули и обокрали примерно 1 миллион клиентов. Эксперты ожидают, что список криптобанкротств только начал расти. Из-за FTX в нем могут появиться и другие игроки отрасли. Крипта сейчас на подъеме или все-таки рынок сильно упал? Это надо понимать, когда ты сюда заходишь, нужно анализировать циклы. Посмотрим традиционную финансовую систему. Каждые 10 лет плюс-минус случаются какие-то кризисы, плюс-минус какая-то коррекция. То же самое, что и в крипте. Очень много людей, кто покупает на тот же биткоин или другие основные криптовалюты на каких-то низких ценах, они рано или поздно все равно будут фиксировать прибыль, перекладывать активы, перерассматривать свои активы, перекладывать деньги с одного актива в сторону каких-то новых, других и так далее. В любом случае, рано или поздно они начнут фиксировать прибыль. И происходит коррекция. То есть и в крипте это в третьем цикл 4 года примерно занимает. И надо понимать, что сейчас мы просто в медвежьем цикле. Вопрос, когда он закончится, он может продлиться, не знаю, до следующего плюс-минус халвинга. Но в любой момент он может тоже пойти против течения. Цикл чуть изменится, потому что рынок криптовалюта – это рынок китов. И они им заправляют, они им двигают, как хотят. Что такое киты? Киты – это крупные держатели криптовалют, крупные фонды, которым принадлежат много различных ресурсов. Масоны? Они не масоны, это просто, назовем так, люди, у которых есть большое влияние на рынок. В крипте, скорее так, у кого большие финансовые возможности, у кого-то много битка, у кого много, не знаю, этих стейбл коинов и так далее, они дальше уже могут как-то манипулировать рынком. Потому что для того, чтобы уронить курс биткоина, нужно слить определенное количество биткоинов. Слил, рынок стал падать, начались различные ликвидации, у всяких DeFi протоколов, у всяких займов, у всяких позиций. Люди обычные заходят, кто не анализирует финансовые рынки, они думают, что рынок падает, надо хотя бы что-то свое забрать и начинают продавать. Возникает паник-эффект и начинает все там просто рушиться, падать и так далее. И то есть в этот момент, понятное дело, мы видим, что банально какое-то небольшое количество продажи биткоинов может вызвать реально какую-то паническую атаку. То же самое с ростом криптовалют. Кто-то там, не знаю, завел 3 миллиарда долларов кэшем, допустим, ну не кэшем, 3 миллиарда долларов завел в криптовалюту, и на эти все деньги просто чуть ли не по рынку он начинает покупать там биток. Понятное дело, что это вызывает какой-то эффект роста, и что нам другие люди начинают срабатывать фома, все начинают тоже скупать, что вот сейчас растет, а не успею ли я вообще купить и так далее. Плюс те, кто обладает каким-то таким большим ресурсом, финансовым ресурсом, им же и подконтрольно различные СМИ, какие-то, может, там, правительства мелких стран, либо и так далее, они могут манипулировать новостями, как хотят. То есть, там, предположим, там, я не знаю, выпустить новость, что какие-то там страны сейчас собираются легализовать криптовалюту, легализовывают, и все, на этом фоне начинается там какой-то рост небольшой. Нефорцы. За последний год мы уже свыкли с тем, что наш мир меняется очень быстро, даже слишком быстро, а горизонт планирования сократился до одного дня. Крипта – одна из тех сфер, где изменения происходят молниеносно, и их действительно важно отслеживать. Полгода назад мы уже брали интервью с Владиславом Мартыновым. Теперь поймали его в Дубае, чтобы обсудить новые водные в мире криптовалюты. Что вообще случилось с криптой за 22-й год, начало 23-го? Потому что, когда мы встречались летом, казалось, что все вот как-то выровнялось, и потом бац-бац-бац, и снова падение невероятное. А потом бац-бац-бац, опять восстановилось. И снова восстановление. Это вот так всегда будет происходить? Негативный движок – то, что огромное количество институционалов, инвесторов крупных, классических, вошли на этот рынок. Так, на чисто спекуляцию. Они не видят пока, ну, мало кто видит, да, вот потенциал, ну, если даже видят, все равно им по барабану. Они хотят вот здесь сейчас заработать быстро денег. Но смотри, как они думают? Они думают, вот сейчас технический анализ, не фундаментальный, технический анализ показывает, что рынок должен какое-то время, неделю, две, три, идти вверх, сейчас быстренько срубим бабла. Вливают в тучу денег, еще и манипулируют рынком. Это киты называются. Киты, да. Еще и рынок достаточно маленький, он же не такой большой. У нас весь рынок, как капитализация, там, макросов, да? Сум, говорят, ну, блин. Ну, да. И, как бы, этим рынком можно манипулировать, если это за денег. Соответственно, что ты делаешь? Ты, значит, заходишь, когда ты видишь технический анализ, что, как бы, вниз сейчас пойдет вверх, быстренько он пошел вверх, ты еще подтолкнул, да, его, а когда чувствуешь, что вот сейчас через недельку-две пойдет вниз, сливаешь, и, как бы, ты зарабатываешь деньги, а когда он пошел вниз уже на тренде, собственно, стригут хомяков, как называется. Теряют, в основном, розничные инвесторы. Соответственно, они этим манипулируют, пользуясь тем, что рынок маленький, и вот этим самым спекулируют. Из-за этого идет такая амплитуда, раскачка. Но, но она не такая сильная, как четыре года назад, когда была криптозима первая. Там прям амплитуда была мощная, там с 1500 эфир упал до 80. Ничего себе амплитуда. Ну, да. У нас сейчас он упал там с четырех, самый максимум был до полторы, ну, до тысячи, да. Это, собственно, все равно не та амплитуда, которая была раньше. Значит, следующий цикл, она еще меньше будет, потому что рынок капитализации растет, фундаментальные показатели уже очевидны, и как бы, и китам уже сложнее манипулировать рынком. Соответственно, я думаю, вот как раз то, что происходило в прошлом году. Но есть еще один третий фактор, это регулятор. То есть есть один фундаментальные показатели, киты, и регулятор, который сверху давит рынок. Потому что он как раз, вот то, что мы начали с тобой, они наезжают на централизованные биржи, потому что только на них можно наехать. Создают ощущение, что это очень опасно, что это скам-пирамида везде. И не позволяя, чтобы люди массово туда пришли. Они пугают людей через средства массовой информации, и таким образом люди побаиваются туда зайти. Потому что если бы этого не было, у нас без количества криптокошельков, количество людей, которые принесли деньги в крипту, а значит капитализация рынка увеличилась бы раза в два, в три. Но они запугивают через средства массовой информации, манипулируя мнением, подменяя понятия. Соответственно, если бы регулятора не было, у нас бы сейчас капитализация была выше, это война регулятора старого, старой финансовой системы, как раз снова финансовой системой. Она будет, наверное, обостряться. Она будет обостряться, и здесь в конечном счете победит новое, но через что нам придется пройти, это так, может быть, мягко, а может быть, жестко. Я хочу попросить тебя прокомментировать несколько новостей из телеграм-канала Forbes. Я вбил просто крипто-корень и взял последние новости. Что ты об этом думаешь? Криптовалютная биржа Binance объявила о выделении 1 миллиарда долларов в фонд восстановления отрасли. При необходимости она увеличит финансирование до 2 миллиардов долларов. Цель фонда – поддержать испытывающих трудности после краха FTX игроков. К фонду с финансированием в 50 миллионов долларов присоединились криптоинвесторы, в том числе Jump Crypto, Polygon Ventures и Aminoco Brands. Более 150 заявок фонд получил от ищущих помощи компаний. Это как-то вообще не в традициях нормального бизнеса. Ну, как-то консервативного, что ли, бизнеса. Это мне напоминает благодворительность FTX, когда он в какой-то момент считался самым альтруистом большим и самым крутым благодворителем. И что мы имеем? Извиняюсь, что мы имеем? Сейчас это ноль практически. Смотрите, централизованная организация Binance, просто задумайся, централизованная организация Binance, которая находится под неким расследованием, официальным, ну, не официальным расследованием, или под некой критикой, что у них, как у FTX, недостаточно резервов. Binance же тоже инвестиционный брокер, а не биржа. Они же держат деньги клиентов. У них такой вопрос возникал. У вас есть достаточно резервов, обеспечивающие, что если клиенты придут и единовременно попросят вернуть свои деньги? И они сначала сказали, что есть. Потом попросили у Binance спросить, а аудиторский отчет есть подтверждающий? Они сказали, ну вот есть некая писулька от какой-то странной аудиторской компании, не очень там известной, которая таким текстом неоднозначным, то ли есть, то ли нет, да, говорит. И недавно они это аудиторское заключение, эта аудиторская компания, она сняла с публичного доступа странным образом. Оно пропало. То есть как бы раньше к нему ссылочка была, а теперь нет. И вот когда компания находится под таким вопросом, есть ли у вас резервы, обеспечивающие, не может объяснить честно, что есть или нет, ну, не то что честно, а убедительно, чтобы все поверили, говорит о том, что я беру миллиард долларов, откуда-то непонятно, и я буду тратить на поддержку отрасли, ведь FTX тоже говорит, мы берем миллиарды долларов и тратим на поддержку отрасли, через Аламеду инвестируя, помогая банкротством или слабым проектам, которые на грани банкротства. К чему это привело? Мы знаем, да? Вот очень странная история. Я бы не поддерживал отрасли, потому что хорошим проектам не нужна поддержка, они всегда находят инвестора. Поддержка нужна плохим проектам. Ой, то есть это может выглядеть как благотворительность в целях не самых благородных? Я не знаю, но мне это пугает. Ну, может выглядеть так, да? Такая же история, она один в один произошла два месяца или три месяца назад. Подождите, ребят, если я руководитель Binance, я не буду миллиард долларов брать откуда? Откуда они у него, кстати, интересно? Вот почему он не кладет их на резерв, не показывает всему миру, что у меня есть миллиард долларов, которые обеспечивают любые обязательства, которые у меня есть у биржи? Он говорит, я возьму этот миллиард долларов и отдам на благотворительность, по сути. Потому что поддержка провальных проектов или не очень хороших проектов, это такой вопрос странный. Любой хороший проект деньги вот так соберет. Новость недавняя, что Дубай планирует запретить анонимные криптовалюты и пошел большой диалог о том, что как же так, крипта всегда ценилась своей анонимностью и почему они идут в эту сторону. Слушай, смотри, это не самое плохое, что может произойти с криптоотраслью, да? Потому что если ты посмотришь, что другие регуляторы делают, один регулятор объявляет уголовное наказание, другой регулятор уже посадил нескольких основателей, третий регулятор, в основном американский, конечно, давит и рулит всей этой историей, он, по-моему, осознанно разрушает централизованные криптобиржи и дискредитирует. Причем, почему я думаю, осознанно? Потому что если посмотреть, как освещаются те или иные события в средствах массовой информации, идет манипуляция, подмена понятий, иногда откровенная ложь. Словом говоря, хороший пример – это FTX. Значит, вот FTX, он как бы обанкротился. Как это освещали историю в западных СМИ, на Блюмберге, на других, на CNBC? Освещали, что это показывает несостоятельность блокчейна и криптоотрасли. А это вообще ни на секунду не показывает несостоятельность и риски блокчейна и криптоотрасли. Это как раз подсвечивает, что это порочность централизованной финансовой системы. Долларовой. Долларовой, на основе американской, на основе которой сейчас все существует, потому что это не блокчейн-проект. FTX, она даже не биржа. FTX – это централизованная финансовая организация, которая в нормальном мире называется инвестиционный брокер. Потому что биржа никогда деньги клиентов у себя не держит, а брокер держит. И вот это вот централизованное финансовое учреждение, там появился мошенник, который взял деньги клиентов, по сути, забрал себе. Такое могло бы быть возможным в децентрализованных финансах, в DeFi? Нет, не могло бы. Потому что там есть смарт-контракт, там есть прозрачность и есть протокол, который не позволил бы. Просто это невозможно, что основатель. Поэтому никто это в средствах массовой информации не заявлял. И создалось ощущение после FTX, что это очень опасная зона. По сути, это наезд. Конечно, это наезд, манипуляция и, собственно, специальное формирование общественного мнения. Не парцы. В апреле этого года Минфин США ввел санкции в отношении криптобиржи Гаранток, зарегистрированной в Эстонии. По данным Минфина США, большинство операций случились в Москве и Санкт-Петербурге. В Минфине утверждают, что более 100 миллионов долларов, прошедшие через Гаранток, связаны с даркнет-платформами и чем-то нелегальным. Но важно отметить, что США ввели эти санкции в отношении Гарантокс, как бы предотвращая уклонение России от американских санкций с помощью криптовалют. Нам удалось поговорить с Евгенией Буровой, директором по маркетингу российской криптобиржи Гарантокс. Евгения рассказала, напротив, об окне возможностей, которая открылась для них после введения санкций. Насколько я понимаю, до этого самыми сильными игроками были китайские и американские криптобиржи в России, но наши власти, государства, они не хотят давать им столько возможностей, сколько хотели бы те компании. Ну, из-за того, что они могут тоже там cancel culture, отменить нас, заблокировать счета, заморозить кошельки и все такое. Правильно я понимаю, что у Гаранток сейчас прямо время возможностей, то есть стать номер один игроком в России для российских пользователей? Я думаю, что да. Для нас это, несомненно, время возможностей, время роста, время приобретения новых клиентов. Мы уже чувствуем вот эти изменения рынка. И, разумеется, здесь есть не только изменение конъюнктуры рынка с точки зрения потребностей клиента, но и, разумеется, изменения, связанные с тем, что многие биржи стали недоступны для российских пользователей. Либо российские пользователи опасаются прибегать к услугам иностранных бирж, которые еще не высказали каких-то, ну, не приняли никаких особенно негативных мер против россиян, но россияне уже опасаются пользоваться этими биржами, потому что другие биржи приняли меры. Естественно, матерые российские криптаны еще с первого пакета санкций переживали, что Байненс и другие крупные криптобиржи отменят россиян. Конечно, беспочвенными их страхи назвать нельзя. И вот, 6 октября Евросоюз ввел санкции для граждан из России. Теперь пользователям криптобирж запрещают сохранить любую сумму. До этого было ограничение в 10 тысяч евро. До 9 марта все работало. После Байненс закрыл для россиян возможность покупки и продажи долларов и евро через свой P2P-сервис. Кроме того, биржа запретила гражданам ЕС покупать и продавать рубли по P2P. Байненс объяснили это введением 10-го пакета санкций. При этом использовать рубли на криптоплощадке россияне по-прежнему могут. Мы никогда людей, которые никаким образом не причастны к событиям в мире, не будем ограничивать от использования платформы. Но, тем не менее, мы будем всегда соблюдать законы и акты разных регуляторов разных стран. И вот здесь наша позиция очень прозрачна в этом смысле. По подсчетам Bloomberg, в России криптовалютами пользуются 34 миллиона человек. Это 29% взрослого населения страны. Однако, до полного доверия криптосфере среди россиян пока далеко. Недавние исследования показывают, что российские пользователи криптовалют с опаской относятся к этому инструменту. 60% боятся потерять свои сбережения из-за резких скачков курса, а 32% опасаются блокировки карт из-за P2P переводов. Расширению доверия к криптосфере в России могли бы способствовать ясные налоговые требования к криптоактивам и определенность с их правовым статусом. Однако, пока что у нас этот вопрос не решен. В минувшем году поправки в закон о цифровых финансовых активах, который бы легализовал крипту, так и не были приняты. Обещают заняться этим в 2023 году. Ну что ж, ждем. Центробанк до сих пор резко негативно относится к цифровой валюте. Минфин же, наоборот, более лояля. Но он уже представил правительству законопроект о криптовалютном рынке и его регулировании. Однако, этот законопроект не согласовывался с Центральным банком. Да и в правительстве РФ вызвал серьезные разногласия. И с момента февраля 2022 года законопроект переделывался уже три раза. То ли еще будет. Летом 2022 года Госдума одобрила в третьем окончательном чтении закон, запрещающий использовать цифровые финансовые активы как средство платежа в России. Но до сих пор в законодательстве не был прописан прямой запрет таких операций. Про регулирование крипты в России мы поговорили с депутатом Государственной Думы, главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Разговор состоялся под вырезками из газеты «Комсомольская правда» в окружении бутылочек итальянской минералки Сан-Пелегрино. Такая вот смесь. Кстати, недавно Аксаков предложил запретить использование криптовалюты как средство платежа и привлекать лиц, использующих крипту в расчетах в России, к ответственности. А вы сам, вот, криптоэнтузиаст, вам интересно этот рынок или вы с осторожностью на него смотрите? Я на него смотрю критично и не являюсь криптоэнтузиастом. Считаю, что это такая игрушка, которая несет большие риски. Лично сам не вкладывал средства личные свои в этот инструмент и не пытался это делать. Считаю, что это такая игрушка. Но игромания же есть в природе. Многие в казино играют, либо там в подпольные всякие игровые зоны или сайты, например, входят и теряют свои деньги. Есть люди больные этим игрой, попыткой заработать на этом рынке. Поэтому, с моей точки зрения, надо дать возможность при жестком регулировании таким людям вложиться по российскому законодательству в инструменты, поскольку они все равно будут вкладывать свои средства, но уже за пределами нашего контроля и регулирования. Я считаю, что это криптомания. То есть, главное опасение это то, что люди потеряют свои деньги. Такая широкая масса людей. К вам-то, наверное, приходят не самые простые наши граждане, а какие-то обеспеченные. Вот искали криптоманы, их называют криптаны. Криптаны их называют на сленге. Что именно широкая масса людей туда вложатся, останутся ни с чем, а пойдут потом к правительству говорить, что же вы такое приняли. В этом опасение Набиуллиной. Первое мне слово криптаны. Пацаны, криптаны, паханы не очень нравится. Это игроманы. То есть, люди больные. Больной. Больной этой темой, скажем так, этим рынком. Можно же быть больным по-хорошему. И кто-то же болеет поэзией. Да, да. Можно быть и по-хорошему. Вот игроманы. То есть, это определенная такая склонность к соответствующей деятельности. Если же говорить о рисках, то здесь риск, во-первых, для граждан, это правда. Многие больные люди, и мы же не зря их защищаем от игровых всяких рисков. Есть такая проблема, и мы ее соответствующим образом отрегулировали. Поэтому надо и здесь защитить наших граждан. Но есть вторая проблема. Если валюта вдруг станет довольно мощным средством платежа, и она начнет заменять рубль как средство платежа во взаимоотношениях российского бизнеса, не только с внешними партнерами, но и внутри, то, естественно, это подорвет нашу финансовую систему. И этот риск мы тоже должны учитывать. У России был шанс стать пионером в мире крипто-дружественных государств еще 6 лет назад. Попытки в этом направлении делались еще какие. Бутерин приезжал в Москву, мы брали у него интервью тогда. Вот сейчас разговаривали с представителем ВЭБа с Сергеем Горьковым. Он назвал, что у тебя очень любил снова статус крипто-бог. Ты как вообще к этому относишься? Понятно. Казалось, власть в этом очень заинтересована, но что-то пошло не так. В чем мы свернули не туда. Слушай, 6 лет назад, когда вообще первые пошли глобальные публикации, что топ-3 дисраптив технологий, то есть технологий, которые радикально поменяют наш мир, и это блокчейн, и там еще ряд был, две, искусственный интеллект блокчейн, и там еще было в разных изданиях по-разному, но блокчейн везде попадал как топ-3 технология. И вдруг выяснилось там, что не помню, сколько Виталику, 19 лет было, что из 19-летней выходец из России, который попал там на обложку форчин глобального, там, не знаю, как человек, который меняет мир, вот, который там уже к тому моменту стал миллиардером, и так далее, вот, все стали обращать внимание, что такое за хайп, и, конечно, в России не могли не заметить, что, во-первых, есть такая технология, нам надо разобраться, в чем там суть, и суть, как бы, и там еще есть Виталик, Виталик, это же круто, и ко мне обратилось много высокопоставленных людей из России, чтобы я там организовал приезд Виталика, и мы поподробнее рассказали, что за технология, и как с ее помощью можно сделать рывок. Соответственно, мы приехали с Виталиком, провели кучу конференций, пообщались один на один с рядом руководителей. К Медведеву, я знаю, вы ездили? Нет, к Медведеву мы не ездили. Не, не ездили? Нет, мы ездили к другим, не буду говорить, но очень высокопоставленным людям, и, значит, рассказывали, причем одна встреча была во время хоккея даже. Классный пас, и бросок в футбол! Это Гет-3 Владимира Путина! Во-первых, тогда уже где-то процентов 60-70 разработчиков, которые занимались блокчейн, они были русскоязычные, либо находились в России, либо как бы... Это вот все отсылки нашей хорошей школы Фистеха и Бауманки. 100%, да. Хорошая просто техническая математическая школа прям дала о себе знать. Плюс желание заработать тоже, потому что развитие было не только технологическое, но и финансовое. Да и вообще смекалка, то есть смекалка, отсутствие страха экспериментировать у нашего поколения, в принципе, любого поколения, у русского человека, кто жил в России, всегда есть. И, короче говоря... Поездили вы по хоккеям, везде всем все рассказали. Ну, самое главное, конечно, хоккей, была большой конференция в Сколково, там просто... Ну, в Миссиси было выступление... В МФТИ было, мы просто два дня, в МФТИ там человек полторы тысячи или две было, в Сколково человек три тысячи было, ну, как бы, это был просто ажиотаж. Вот, потом мы поехали на питерский форум, и на питерском форуме мы уже структурировано рассказывали, что, смотрите, с помощью технологии блокчейн много более эффективнее. Потому что, во-первых, это прозрачность, во-вторых, это как бы подконтрольность, в-третьих, это там отсутствие коррупции, да, вот, и так далее, и так далее. Дальше мы говорили, мы можем использовать технологию блокчейн, чтобы повысить уровень самоуправления на местах. Да, мы рассказывали о том, что, в принципе, создав либеральные законодательства, тогда вообще не было такого количества бирж, как сейчас. Да, мы говорим, давайте создавать биржи, чтобы капитал глобальный пришел сюда. Соответственно, да, и вообще, я же помню, Медведев на одном из первых питерских форумов говорил, мы хотим создать в России хотя бы региональный финансовый центр. А тут, как бы, детали к технологии блокчейна эфириума, и вообще все, как, знаешь, как будто Господь дал шанс России и финансовый центр создать, потому что тогда не было бирж, если бы мы сделали нормальное законодательство, вот, не Binance, может быть, был бы, да, сейчас самый номер один, а какой-нибудь русский Binance. А ты представляешь, какие там обороты идут, да, весь мир там торгует, весь мир обменивает, да. Вот, нужна была юрисдикция. Тогда, кстати, уже санкции были. Мы также подсветили, как можно, как Россия может создавать новую финансовую систему, независимую от доллара США. И таким образом создавая ее, по сути, минимизировать любое влияние санкций, просто сделать их бессмысленными, да. Вот, как можно сделать взаиморасчеты. Мы общались там с Евразийским советом о том, что как взаиморасчеты между странами, мы подсказывали это. То есть показали целый спектр. Я уже не говорю про частных лиц, что мы работу же даем, люди не будут уезжать. Мы, по сути, за два-три года вот на базе... Ну, это целая новая отрасль. Вот мы говорили, как нам сделать Силиконовую долину, да. Вот мы там куча денег и времени потратили в Сколково. Есть у нас какой-то результат, реально вот так, кроме, может, двух-трех каких-нибудь стартапов, которые вот... Но они не единороги все равно, они не стоят миллиард долларов. Ну, можно же один есть единорог. Но это не Силиконовая долина. А представь, мы взяли бы или там Сколково, или физтехпарк, и сказали, ребят, вот здесь сейчас там регуляторная песочница, вот делайте, что хотите, да. Давайте, а потом мы этого обрамления юридически сделаем скатаем. Я уверен, у нас бы за два года реально появилась... Она была, она и до сих пор есть такой осколки, это Силиконовая долина. То есть ее создавать не надо было, потому что, представляешь, три с половиной тысячи разработчиков приехали с двухдневным... Мы за два дня, по-моему, объявили, что Виталик будет Сколково со всей страны. Потом мы поехали в Казань, там приехали, там еще пять тысяч человек приехало со всей страны. Оказалось, это не просто, кто интересуется. Это реально разработчики. Понимаешь, вот эти взять критическую массу, да, посадить, условно говоря. Очень они такие качественные. Да, искать, ребята, давайте. Побоялись прозрачности, да, ты думаешь? Я думаю, побоялись не столько прозрачности, хотя это тоже, но побоялись, что они поняли, через какое-то время, изучив эту технологию, я думаю, я не знаю, но я предполагаю, потому что через полгода после этого интерес резко упал. Я думаю, там другая история сработала. Сработала история, люди поняли, что децентрализация это такой путь к прямой демократии и к самоуправлению, потому что, ну, децентрализация несет возможность людям как-то очень быстро самим договариваться и решать, что им выгодно, что невыгодно и намного сильнее влиять на государство или на, собственно, на то, какие законы принимаются, на то, как используется бюджет, по каким целям, да, то есть больше вопросов. По сути, это инструмент, который, вот, собственно говоря, появился интернет, благодаря интернету намного стало сложнее скрывать какие-то махинации, да, а блокчейн-то новый уровень, то есть а блокчейнам еще сложнее скрывать какие-то там махинации, да, манипуляции, потому что невозможно изменить какие-то данные в децентрализованной структуре. Я думаю, это как бы немножко отпугнуло, мягко говоря, да, ну и, конечно, очень консервативный взгляд, отсутствие понимания глубокого, вот, вот это вот ощущение, что лучше не рисковать. Вот страх изменений каких-то ради, ради какого-то блага в будущем, причем в том числе и для руководства страны с точки зрения, да, потому что вот сейчас... Ну это чисто их шкурный интерес. Ну, я думаю, просто это страх еще изменений. Что вот сейчас делается для легализации разных сфер криптомира вот в нашем государстве? В нашем государстве получается, как легализация майнинга, как я и говорил, что к этому все идет, вопрос, как будет легализовать, второе, это уже как разрешили и будут дальше инвестиции в криптовалюту, то есть можно, получается, там инвестировать, продать, заплатить налоги, но налог достаточно большой. 13% платить, но это слишком много, там, я считаю, что это не совсем адекватно для начальной стадии, назовем это так, потому что человек там думает пойти в сити, поменять каком-нибудь обменнике, заплатить 1%, либо ему вообще доплатят этот процент, либо пойти заплатить налог 13%, потому что в первом варианте через сити его даже никто не узнает, потому что это все сделки зачастую проходят анонимно, а во втором случае ты можешь привлечь внимание, там, все ли ты там заплатил, и понятное дело, что, к сожалению, вот в России с точки зрения даже крупных каких-то игроков, они боятся сейчас выходить из тени. Опять же, говоря еще про законопроект, мы постоянно пытаемся донести позицию, что неправильную политику выбрала там наши законодательные органы с точки зрения того, что запретить пользоваться криптовалютой с точки зрения как платежное средство на территории России. Это достаточно такая не совсем правильная политика, потому что во всех других странах это разрешено, и многие наши стартаперы, кто создает какие-то крупные проекты, создают их просто банально не в России, потому что наше законодательство сейчас не позволяет в нормальном форме даже банально запустить какой-нибудь криптопроект, сделать сбор средств, назовем так, как это ICO, IDIO, как угодно. Нету какого-то такого правового поля, и дальше еще и принимать. А есть у тебя пример попытки, что кто-то это попытался сделать, а потом на них наехали? Я бы не хотел на камеру говорить. Можно без имен, без названий, просто как это происходит по факту в жизни? Я бы даже не хотел это на камеру говорить. И здесь по-это делу, что для того, чтобы крипторынок именно в публичном поле в России рос, здесь нужны немножко другие законы. До недавнего времени мы все время наоборот слышали, особенно от ЦБ, что крипта это зло. Но Нобиулина строго против. Насколько я понимаю, у нас есть конфликт Минпромторга и ЦБ. Ну там скорее Минцифра и ЦБ. Минцифра, Минпромторг и ЦБ. Да-да-да-да. То есть и понятное дело, что там одна сторона выступает за то, что нужно действительно как-то больше легализовывать, за этим будущее. Мы к этому в любом случае все придем. А ЦБ, понятно, по причине против, потому что в любой момент, я не знаю, там разрешишь и там начнутся черные деньги какие-нибудь. И опять же, тоже это немножко стереотип, что через крипту идут черные деньги. Там вон официальная статистика есть, через кэш банально проходит 800 раз больше черных денег, чем через крипту. И надо просто это правильно контролировать, потому что вроде бы блокчейн все анонимно, но при правильном анализе действительно можно анализировать и эта анонимность немножко пропадает. Опять же, профессионалы знают, как делать так, чтобы это все запутать, скрыть и никто там не найдет концов. А в основном масса населения использует как-то своеобразно назовем так кошельки и действительно там и биржи начинают передавать информацию каким-то контролирующим органам по запросу и так далее. То есть тут если использовать какие-то централизованные биржи, уже анонимность уходит немножко на нет. цифровая валюта у нас по закону довольно расплывчатое определение. Если уж сильно придираться, то даже по идее можно было бы Эмили Аэрофлота к ним отнести. Ну и в российском праве появилось понятие цифровых финансовых активов. Это денежные требования, некий плюс ко всему цифровой двойник ценных бумаг. Ну это упрощенно, так скажем. И некие гибридные активы. Это то, что появилось вот в 259 законе. Там же одновременно появилось определение цифровой валюты. Но про цифровую валюту, она же криптовалюта, больше не было сказано ничего в этом законе, кроме 14 статья запрета российским лицам, как юридическим, так и физическим, продавать свои товары и услуги за крипту. Ну вот я как адвокат не могу получить оплату за крипту. Но иностранные лица в России, например, за крипту продавать могут. Такая вот забавная история. Есть позиция довольно жесткая Центробанка по этому поводу и препирательство в отношении того, как же правильно сформулировать в законе определение цифровой валюты, крипты, что можно, что нельзя. Два года длились до тех пор, пока не приняли закон в окончательной форме. Но, к сожалению, сам по себе закон, он такой немножко мертворожденный получился, потому что без разъяснений, без подзаконных актов, без судебной практики, без позиции, опять же, того же Минфина нельзя было никак нормально работать с этим. Вот сейчас будет, скорее всего, принят, как минимум, вынесен на окончательное обсуждение законопроекта, который касается оборота как раз цифровой валюты. Как можно ее на рубли отменять или на валюту? Это касается непосредственно физиков, юридических компаний. Да и юриков тоже. Как можно, например, карточкой заплатить? Как можно P2P, лицо лицу, person to person, как можно такие операции осуществлять? Должны ли они осуществляться под контролем? Есть рекомендации FATF, которые, в принципе, были обновлены, и в них, в общем, есть рекомендации регулируйте вы этот рынок. Потому что, если его не регулировать или если все запрещать, то появляется серый рынок или даже, не дай бог, черный. Поэтому, конечно, я за регулирование руками, ногами и так далее. Если говорить о позиции центрального банка, самого консервативного и группы экспертов, действительно могут быть опасения. Во-первых, что крипта будет использоваться как средство для незаконной деятельности и так далее. Но решение здесь очень простое. Под ФТ противодействие отмыванию, финансированию терроризма и так далее. Если у нас 115 закон, поставьте криптобиржу, например, или обменники в ряд с торговцами и недвижимостью. Введите обязательную идентификацию. Блокчейн прозрачен и довольно сложно, если идентифицировать участников на входе, потом, разорвать эту цепочку, проще, чем с кэшем подследить операции внутри блокчейна. Но все равно же можно анонимный кошелек создать. И вот как раз это и есть предмет регулирования. В той же Швейцарии, например, свыше определенной суммы, ну и вот в Европе сейчас такое законодательство принимается, специальный регламент разрабатывается для гармонизации законодательства в рамках ЕС. Да и в той же даже там Сербии, в Польше, во многих других странах уже давно действуют законы, которые обязывают участников рынка, если вы меняете крипту на реальные деньги, фиатные, вы должны идентифицироваться. Это не сложно на самом деле. Есть правила игры, которые себя хорошо показали. И чего здесь бояться? Есть другой риск. У Центробанка, насколько мы понимаем, как ряд экспертов, некая угроза стабильности рубля, ну как некая конкуренция рублю, которая может повлиять на курсы, стабильность и так далее. Но крипта, во-первых, не сравнится, количество даже крипты не сравнится с количеством фиатной валюты и возможностями ее использования. Плюс ко всему, знаете, есть проблемы, о которой мало говорят. Давайте вот одно из мнений, опять же было, фигурировало это в законопроектах, только квалифицированным инвесторам разрешим работать с криптой. Но в данный конкретный момент это просто неумно, потому что у нас, во-первых, разрушилась часть финансового рынка. Многие люди, которые были квалифицированными инвесторами, перестали ими быть, потому что они просто потеряли активы, или они заблокированы, и они не могут доказать наличие, или многие просто убежали из банка, взяли деньги, сидят на кубышках. Это бы есть такая проблема, она реальная. Поэтому, наверное, вводить требования только квалифицированным инвесторам, иметь возможность работать с криптой, я не понимаю, зачем так ограничивать права наших граждан, тогда как этого нет нигде вообще в мире. Может быть, квалифицированным инвесторам имеет смысл ограничить право участия в каких-то ICO, размещениях крипты, которые будут там, предположим, это, собственно, уже сделано. Пускай будут предупреждения о рисках, пускай будет идентификация участников рынка. Значимое число проблем, связанных с криптовалютой, связано с отсутствием регулирования этой сферы, отсутствием защиты права собственности участника рынка на его активы, неоднозначности вообще владения конкретным активом. Как определить, чей это криптовалютный кошелек? Вот у человека в руках флешка, как определить, чья она? По чеку о том, что этот человек где-то купил эту флешку, затруднительно, но на флешке могут быть активы на, там, не знаю, миллионы долларов. Вот чьи они? Они были переведены с одного криптокошелька на другой, и вот мы имеем вот эту вот флешку. У нее же никаких нет следов, кому на самом деле должны с точки зрения закона принадлежать активы, находящиеся в этом криптокошельке. Пока нет законодательства, есть огромное количество возможностей для тех, кто хочет, не нарушая закон, скажем, неэтично обогащаться. Вот примерно так. И это характерно для любой новой сферы, кстати. То есть, когда появляется какая-то новая сфера, в ней сразу же появляются люди, которые придумывают как на ней зарабатывать, пользуясь необразованностью других людей. Когда туда приходят просвещение и регулирование, вот эти вот возможности, они по большей части закрываются. Ну да, все работают за небольшой зарплату. Да. И все работают в каком-то регулярном формате. Скорее всего, исчезают сверхприбыли там в 8000% годовых. А не уже исчезли, кстати, вот такие сверхприбыли? Или пока что еще есть этот момент зарабатывать очень много на крипте? Я думаю, что это скорее как выиграть в лотерею сейчас. В целом, моя личная позиция такова, что те, кто заработали на биткоине, это тоже история скорее про выигрыш в лотерею, потому что одновременно с биткоином родилось довольно много проектов, скажем, в разных направлениях экономики. И те, кто поставил на биткоин, они по некоторой случайности там сколько-то выиграли. А те, кто поставил на какие-то другие вектора развития экономики, может быть, и не выиграли. Неворцы. Была такое подмена понятия, что крипторынок это майнинг. И все. И всегда, когда говорили о законодательстве, говорили, ну это майнинг, это майнинг. Я говорю, ребята, майнинг это вообще не про крипту. Ну то есть это как бы начальная точка, это знаешь, как вот начало периода динозавров, когда мы там не знали, как там собственно устроить верификацию транзакций и придумали я прям представил этого деда с майнингом. Не экологичный, какие-то фермы гигантские, куча электричества тратится, вообще очень долго это все не нужно. Ну или это было нужно условно говоря 7 лет назад. Вот когда действительно мы могли бы 7 лет назад ввести закон значит про майнинг и что? Легальным способом продавать электричество за рубеж. Майнинг для России как для страны это просто новый формат продажи электроэлектричества за рубеж. Не более, не менее. Сегодня обсуждается про законодательство, которое, кстати, постоянно откладывается. Нам сказали к концу прошлого года, точнее, к концу позапрошлого года примут закон о майнинге. Это осенью должен был быть закон. К концу, значит, первого квартала прошлого года, потом, значит, сказали к середине, потом сказали к концу прошлого года, теперь вот опять мы квартально ждем, когда примут закон о майнинге. Он теперь нафиг не нужен. Потому что это надо было 7 лет назад делать. Потому что все сейчас перейдут на Proof of Stake, нафиг кому о майнинг нужен. Ну только биткоин, если майнит. Потому что кроме биткоина все сети перейдут на Proof of Stake или на дериватив или версию Proof of Stake. Там Proof of History, не знаю, а еще могут какие-то инновационные. Это как сейчас рингтон для пейджера выпускать? Точно. Спасибо за аналогию. Второе. 5 лет назад надо было делать закон по биржам. Потому что мы тогда финансовый капитал привлекли даже по централизованным биржам к нам в Россию. Потому что американский регулятор наезжает на Binance и ему сказали, пожалуйста, приходи в Россию. Мы наезжать не будем. Фигакс капитал пришел сюда, в Россию и так далее. Второе, значит, это надо было 5 лет назад сделать. Потому что сейчас уже Дубай, другие юрисдикции подсуетились, Россия начала специальную военную операцию и в Россию сейчас уже вряд ли затащишь глобальных игроков. Хотя все равно в России биржа нужна, потому что даже если мы говорим, сейчас я еще скажу про что в моменте в России нужно с точки зрения крипты. Это новая финансово-платежная система глобальная, которая позволяла бы легко и просто делать экспортно-импортные операции. Причем я больше заморачиваюсь не глобальными корпорациями типа Газпром. Газпром найдет себе ход и выход. А вот малый и средний бизнес сильно пострадал. Те, которые покупали, продавали через границу. Для них нужна просто платежная система, она невозможна без биржи. Так же, кстати, и майнинг. Сейчас надо создавать инфраструктуру для веб-3 приложений. С правовой точки зрения сделайте так, чтобы большинство дао приходили к вам и получали какой-то правовой статус. Или там, не знаю, создайте так, что, ну, например, Грузия, кстати, хорошо это сейчас делает, они говорят, можете у меня в стране не быть, вообще не приезжать физически, регистрируйте у меня юрлицо по упрощенной форме, через цифровые всякие механизмы и, собственно, там какой-то лицензионный платеж минимальный и, пожалуйста, вот юрисдикцию у вас, вот вам правовой статус и занимайтесь, как бы, чем хотите по всему миру. Но если сейчас вот эта специальная военная операция сильно отпугнула и, как бы, всех стартаперов, наших фаундеров, значит, от России в целом, они переехали куда-то, ну, хотя бы создайте им какую-то правовую, как бы, этот, как вот, правильно сказать, связку, зацепу, да, чтобы люди совсем, может, ну, не отрубали там концы, хотя бы эмоционально через вот эту вот правовую структуру могли бы быть связаны, что когда там, может быть, успокоиться, рано или поздно успокоиться, они могли вернуться там или что-то еще делать. Это вот, какие-то фантастические идеи ты рассказываешь. Так нет, просто, понимаешь, мы... Чтобы было хорошо, я понимаю. Мы просто реагируем с задержкой 7 лет или 8. Вот я вот смотрю, вот если посмотреть, я вот думаю, мы так везде, вот, у нас приперло, нам бы вот использовать этот инструмент во благо страны, а мы такие сидим 7 лет думаем, такие, ну, ну, мы не знаем, а вдруг что не так? Ну, и, короче, мы упускаем возможность. Понимаешь, Америка, очень с точки зрения высокотехнологичной державы, конечно, там много других факторов, она всегда была сильна, но вот интернет, например, она полностью под себя подмяла все интернет-компании, да, просто потому, что она, когда увидела эту технологию, она очень быстро реагировала с точки зрения регуляторики, с точки зрения всего, да, вот, и, собственно, это очень здорово сыграло во благо страны. Таких возможностей появляется не так часто. Есть цикличность, когда новая технология, дисраптив появляется, которая все меняет, как было раньше. Вот блокчейн появился, и у России был шанс вот воспользоваться этим шансом, который был предоставлен, новой дисраптив. Почему? Потому что больше 50% основателей блокчейн-проектов и криптопроектов были русскоязычные. То есть это прям сливки, сливки наши интеллектуальные были, очень такие, и предприимчивые еще, они ничего не боялись, они думали глобально. Вот у тебя суперактив в стране, неожиданно проявился, возникла супертехнология, чтобы сделать прорыв технологический. Да не парься, ты рискнись, что ты теряешь. Нет, мы сидим, думаем 7 лет, а вдруг что-нибудь случится. Ну вот додумали, сейчас Дубай у нас расцветает, другая страна расцветает, а мы сидим там и думаем, как же нам от санкций-то защититься. Не парься. Что такое майнинг, если вот с этого начинать? Есть сейчас традиционная банковская система, в которой, если я хочу тебе, Ярослав, перевести деньги, эту транзакцию обработает процессинг, процессинг банка или процессинг банков, вовлеченных в эту транзакцию. Обрабатывая эту транзакцию, банк может решить, не разрешить делать эту транзакцию, например, ограничить ее, исходя из каких-то своих соображений. Что такое майнинг? Майнинг это децентрализованный процессинг транзакций, то есть если я хочу перевести тебе биткоины, обрабатывать эту транзакцию, будут все майнеры мира. И ни один майнер не будет иметь финальное слово. Транзакция будет обработана только если наберется определенное количество подтверждений этой транзакции, то есть все майнеры согласятся, что у меня есть эти средства и ничто не препятствует тому, чтобы я их тебе перевел. Вот это то, что делают майнеры. Это на самом деле децентрализованная обработка транзакций по переводу биткоинов, эфиров или других токенов с одного кошелька на другой. Майнеры раньше делали это на обычных компьютерах, на процессорах. Со временем стало понятно, что использовать мощности процессора AMD, Intel, вот этих вот мощных универсальных процессоров не очень эффективно. Они гораздо более универсальны, чем те задачи, которые они решают для криптовалют. Поэтому придумали делать узкоспециализированные чипы, чтобы они были проще, дешевле, потребляли меньше электроэнергии, делали одну конкретную задачу обработку транзакций по переводу криптовалюты от меня, к тебе, от кошелька на кошелек B. Вот так родилась индустрия ASIC чипов. Будь то биткоин, эфир, зародились они примерно в одно время. 99% чипов делаются на Тайване, TSMC, и в Южной Корее, на Самсунге. TSMC, это там, где делаются процессоры Байкал, или Брус, там вообще все походу делается на Тайване, да? Это крупнейший контрактный производитель чипов в мире, TSMC. Поэтому действительно там делается все, включая и процессор Apple в какой-то момент. Ну неужели в 2022 году майнинг до сих пор актуален? А что по поводу экологичности этого майнинга? В общем, мнения наших экспертов кардинально разошлись. Мы с командой приехали к Ивану Сухиасову, владельцу компании Умнус. Умнус предоставляет готовые решения для инвестиций в майнинг. Короче, если у вас есть лишний миллион-другой, Умнус, как они сами утверждают, помогает благодаря им превратить электричество в деньги. Самое интересное, что это майнинг-ферма располагается не в Сибири или в Карелии, где дешевая электроэнергия, а под Москвой. Если коротко, о впечатлениях от посещения этого места здесь шумно и очень жарко. Что это за железо, расскажите? Здесь находятся 40-футовые контейнеры. Они сделаны из морских 40-футовых контейнеров, которые непосредственно размещаются, подключаются к трансформаторам и уже происходит процесс установки в них оборудования. Здесь они предусматривают наличие горячего холодного коридора, так как оборудование очень сильно нагревается, очень важно его уметь охлаждать. Следовательно, вы видите сзади нас именно вентиляторы, их в контейнере в районе 16 штук, для того, чтобы охлаждать данное оборудование и уводить тепло. Я думаю, вы чувствуете, как здесь сейчас очень жарко. Здесь очень жарко, друзья, тут прямо как в бане. Кстати говоря, очень есть разные у нас кейсы, мы можем это тепло выводить и отапливать. Были случаи и бассейны, и тепличные какие-то моменты, то есть данное тепло использовать. Безотходное производство, да? По сути, да. Сколько сегодня минимальный вход по деньгам, чтобы начать заниматься майнингом? На сегодняшний день порог входа на высокоэффективное оборудование 240 где-то тысяч рублей, это вы приобретете одно устройство официально с полным пакетом документов и установите его и будете производить добычу. Сколько с такого одного устройства можно заработать, как ты думаешь? Ну, я могу цифры точно искать. Исходя из того, что сегодняшний курс у нас в районе 21 тысячи долларов, мы выходим на порог окупаемости в районе полутора-двух лет при текущей цене на оборудование. То есть вы будете получать где-то 330 долларов в месяц в валюте биткоине либо в цифровом долларе, а расходная часть у вас официально с НДС в рублях будет в районе 13 тысяч рублей. При этом у вас окупаемость и порог в районе двух лет. Майнинг из разряда Дикого Запада перешел в разряд вполне себе институционализированной индустрии. Это мощнейшие дата-центры, расположенные в локациях с привлекательной ценой электроэнергии, хороших по климату, управляемых монстрами и очень профессиональными людьми, которые раньше, например, работали в Google, Microsoft, то есть индустрия выросла наголову за последние два года. Теперь она порядка 40 или даже 50% всего хешрейта принадлежит этим вот серьезным институциональным игрокам. Хешрейт это что? Хешрейт это вычислительная мощность сети обработки данных, которая подтверждает транзакции Bitcoin, ETH и так далее. Грубо говоря, это, если сравнить, не знаю, с нефтью, это количество произведенной... Это суммарная добывающая мощность всех вышек, вот можно такую аналогию провести. Ну и надо быстрее принимать решения, поскольку это важно в том числе и для наших регионов. Есть энергодефицитные регионы, там майнят вовсю и создают проблемы для простых жителей, бизнеса, когда не хватает электроэнергии для обеспечения нормальной жизнедеятельности, скажем так, легитимной, эта электроэнергия уходит на производство нелегитимного продукта. Они перетягивают электроэнергию у простых граждан, вот в Иркутске, как я понимаю, да, это где-то вот... В Иркутске там-то как раз нет проблем с электроэнергией, там и есть профицит электроэнергии, ГЭС, гидроэлектростанции, и там наоборот профицит электроэнергии и выгодно для государства даже с точки зрения налогопоступления, бюджетов, пополнения бюджетов, организовать там майнинговые фермы для того, чтобы они намайнены, ну, например, направляли в качестве инструмента для функционирования в другие страны. Поэтому майнить все согласны, даже центральный банк, здоровье, и мы даже получим новых потребителей, новых налогоплательщиков, и это выгодно. Так говорил Аксаков во время нашего интервью. Прошло совсем немного времени, и он стал инициатором того, чтобы отклонить законопроект партии «Новые люди» о майнинге в России. Объяснение звучало так. «Вступление в силу законопроекта в текущем виде не позволит минимизировать угрозы стабильности национальной финансовой системы, в частности, исключить использование криптовалют в противоправных целях». Авоз и ныне там. Мог бы воскликнуть Иван Андреевич Крылов, если бы жил в 21 веке. Сейчас все упало, сейчас очень все сложновато стало, потому что с одной стороны биткоин стал дешевле, с другой стороны сложность сети в принципе растет, то есть количество новых майнеров все подключается и подключается, и если говорить про электричество, то оно подорожало в мире в целом, а в России в частности прежде всего из-за того, что рубль сильно укрепился по отношению к доллару. Если говорить про текущие цифры, то это около 30-35% годовых. Все равно очень много. Да, но это же риск, если связывать, сравнивать там, я не знаю, с какими-то консервативными инвестициями. 100% это много, но и гарантий никто не дает. То есть сейчас в моменте мы не очень хорошо себя чувствуем, потому что по отношению к инвестициям все проседает, да, то есть устройство для майнинга в цене сильно коррелирует с стоимостью биткоина. То есть когда биткоин дорогой, устройства тоже дорогие, когда биткоин дешевый и устройства для майнинга тоже дешевые. Но в среднем надо понимать, что на хорошие розетки, хорошие розетки по мировым, то есть средняя мировая цена какая-то, то устройство окупается за полтора года, полтора-два. Я майнингом перестал заниматься в 17-м. Проще иногда купить крипту и вообще просто не париться, и понятное дело, что зачастую ты можешь вложить 20 тысяч долларов и видеть, что вот, я получу 70 тысяч долларов через два года, если я буду майнинг. Но в любом случае сложность растет, хешрейт растет и на дистанции майнинг может быть не таким выгодным, как просто инвестиции в крипту и забыть. Потому что я вот сколько вижу, общаюсь, особенно наши миллиардеры из Forbes, им не просто интересно купить крипту, им интересно что-то такое живое, работающее, что где-то это работало. Новость была в телеграм-канале про Олегу Дерипацкую, что у него около какого-то производства целая криптоферма была, по-моему, на которую санкции наложили. Да, вот таких очень много на самом деле историй и они в основном как раз-таки по понятным причинам больше теневые, не так много людей, которых об этом знают и просто выгоден майнинг тогда, когда у тебя либо бесплатное электричество, либо оно слишком дешевое. Многие миллиардеры там наши, особенно из Forbes вкладывают по 20, по 40 миллионов долларов во всю вот эту скажем так, структуру, для того, чтобы вот все у них есть. Большая майнинг-ферма, они поставили куда-нибудь ее рядом с каким-нибудь там... Своим производством. Своим производством, какой-нибудь станции, получили бесплатное либо дешевое там электричество и, понятное дело, в этом случае это все очень выгодно и хорошо. Весит этот майнинг, весь этот механизм Proof of Walk, он страшно неэффективный, потому что, во-первых, тратится куча энергии и вычислительной мощности, ну, непонятно, вот для какой-то такой задачки, чтобы получить право валидации, да, вот, и это очень неэкологично, да, с точки зрения потребления, большого количества потребления энергии. Вот, и есть более эффективный способ валидации, который называется Proof of Stake. Виталик про него уже лет 5 говорит. Точно. Точно с 17-го года, да. И вот, потому что это первый раз, когда все поняли, что вот текущая модель, она может как для первого этапа развития блокчейн норм, но, в принципе, дальше она не рабочая. Но задачка нетривиальная. Надо понимать, что сделать вот Proof of Stake так, чтобы и безопасность была, и не было манипуляции, что кто-то доминировать будет, один, там, 51% условно говоря, да, вот это вот риск контроля сети на 51%. И чтобы это работало все еще быстро и так далее, это очень нетриверная задачка. Вот они стали вместе с командой в Ethereum начать разрабатывать, как это сделать. Майнинг сегодня это актуально в России? Отвечая однозначно, майнинг актуален с точки зрения экономики, майнинг эфириума будет неактуально. Если мы говорим про биткоин, где большее количество майнинг мощностей сосредоточено по расчетам, по статистике, последний биткоин будет добыт, должен быть добыт в 2140 году. Поэтому есть еще немножко времени для того, чтобы заниматься этим. Есть, например, запрос, у кого-то профицит, например, мощностей электрических, или кто-то, например, занимается генерацией электрических мощностей. Для них майнинг это совершенно иное. То есть, например, мы знаем один из сетей фастфуда, который реинкарнировался совсем недавно. Мы читаем, я читаю в книжках о том, что это на самом деле не про еду, а про управление недвижимостью. И в случае с майнингом это про трансформацию электроэнергии, например, в деньги путем такого процесса, который более экономически выгоден. И опять-таки тезис Сизи, который об этом тоже выступал неоднократно, о том, что в принципе экономическая финансовая система, такие как банки, фондовый рынок и так далее, которые имеют офисы, печатают бумажки, имеют огромные неоновые вывески, возят людей на работу и так далее. А блокчейн это все минимизировано, да, нельзя и является эффективным. Еще большой вопрос, кто более экологичен, да, и кто заставляет нашу землю больше страдать. Мелким майнерам вообще без майнить смысла нет никакого. Ну, крупным тоже, потому что сейчас порог для какого-то более-менее стабильной работы это несколько процентов от мировой сети. То есть я сомневаюсь, что таких майнеров очень много, которые могут себе позволить работать соло. Не парцы. Знаете, многие уважаемые и знающие люди еще совсем недавно шепотом говорили, крипта это идеальный способ обойти западные санкции. Ну да, не было бы счастья, да несчастье помогло. Может быть, вот эти санкции и есть призрачная надежда на легализацию криптовалюты в России? Я считаю, что в следующем году у нас начнется прорыв. Это мое личное мнение. Оно еще не подкреплено позициями других институтов государственной власти. Но нас санкциями просто стимулируют, подталкивают, чтобы эти активы были задействованы во взаимоотношениях со многими бизнесами в других странах. Ну и используют некоторые, я так понимаю, обход санкций как раз с помощью криптоинструментов. Ну, во-первых, этот рынок маленький и, во-вторых, он не всеми, опять же, задействуется на зарубежных площадках в Европе, в Америке, тех, кто против нас санкции вел. Ну и есть предположение, что криптоиндустрия и крипторынок находятся под неусыпным контролем западных спецслужб. Ну и, соответственно, они здесь тоже не дремлят и пресекают деятельность по тому, чтобы обходить санкции. Является ли этот инструмент сейчас востребованным для обхода санкций в целом? Я бы сказала, что скорее, конечно же, нет. То есть мы видели отчеты со стороны Соединенных Штатов, и в этих отчетах говорится, что русские успешно обходят соответственно санкции при помощи крипты, но внутри Российской Федерации купить криптовалюту юридическому лицу практически невозможно. Нет однозначного понимания, на какой счет в бухгалтерском учете относить данный актив. Статус данного актива был определен, если я не ошибаюсь, прокурорскими органами буквально недавно было четко определено, что это имущество, которое, может быть, например, взыскано с кого-то, с собственника этого имущества, по долгам этого собственника. Но вся нормативка, которая сейчас есть, она в основном касается, конечно же, физических лиц. А что делать юридическим без акведов по работе с криптовалютами, без четкого однозначного описания, чем является криптовалюта для юридических лиц, без этого статуса цифровых валют, потому что криптовалюта это не цифра, это отдельная история. Без этого юридические лица не могут с этим работать. они не могут сейчас, ну какая-нибудь подсанкционная крупная компания не может сейчас прийти и купить биткоины, после чего этими биткоинами заплатить за какие-нибудь детали для крупнейшего у нас в России. Она не может просто взять и по российскому закону, как он сейчас есть, провести вот такую сделку. Криптовалюты, надо что-то с ними сделать срочно-срочно, потому что, как я понимаю, в глазах власти, вообще в глазах всех это может помочь обойти санкции, которые наложил на нас Запад и другие страны. Вот как это работает в реальности? В реальности я скажу, дураков нет. Во-первых, криптовалюты, даже западные банки не очень охотно с ними работают. То есть выход в фиат из крипты это не совсем простая история. Там есть и проблемы ликвидности, и объемов необходимых, если там гигантский какой-нибудь концерн только в одной крипте, да крипты не так много на самом деле у населения и у участников. Но тем не менее, наверное, одно из решений могло бы быть применение цифровых активов наших, новых вот этих инструментов, поэтому мне непонятно, зачем их запрещать как средство платежа. Но одной криптой, во-первых, не обойдешься, во-вторых, на нее тоже санкции распространяются. И крипта прозрачна, в принципе, можно проследить эти операции и технологии для этого есть и так далее. Но есть и решения, конечно, криптовые, которые помогают с другой стороны, ну, скажем, со всем компаниям из SDN списков, со всем санкционным. Не так уж просто даже и с криптой, я бы так сказала. Но, скажем, если у компаний просто проблемы работать с банками, которые сейчас не работают в принципе с Россией, затруднены переводы, свифт-переводы в том числе и так далее, да, крипта помогает. Не парцы. В любой нерегулируемой точке прибыли всегда появляется первое, возможность классно заработать и второе, буквально бонусом прилагается эта толпа мошенников с накрученными социальными сетями и их кликбейтными уловками, прыгсы и невероятные заработки. Как на это не попасться? Основная проблема это скорее бандитизм, он никуда не ушел. В любом случае, предположим, давайте представим совсем простой вариант. Кто-то легализовал какой-то доход от криптовалюты, допустим, он там легализовал 5 миллионов долларов. Понятное дело, это все есть. Захотел сделать все в белую правилу. Да, в белую, да, он легализовал 5 миллионов долларов, допустим. Есть это в каких-то определенных базах структур. Эту там базу где-то перехватили, где-то что-то слили, где-то что-то там увидели, и все это передано было, так знаю, в руки каким-нибудь бандитам, которые с огромным удовольствием посмотрят, чувак, у него нет никакой службы безопасности, у него нет никакой охраны, у него вообще ничего толком, нет, он не думает о безопасности, носит с собой все эти холодные кошельки, криптокошельки, либо в телефоне все держат, его поймали, перевели денежки, забрали все денежки, похитили, что угодно могли сделать. Прямки в 90-е, значит, рассказывает. И таких, скажем так, ситуаций было в России очень много, и причем это было у моих близких друзей. Покупка крипты в Телеграм-ботах, насколько это надежно вообще? Очень ненадежно, я объясню почему, я знаю очень много примеров различных крипто-ботов, которые работают до определенной суммы, когда ты покупаешь на 100, на 150 долларов, вроде бы все хорошо, все проходит, там на 200, на 300, а как только дело касается каких-то крупных сумм, как говорится, деньги отправляются в один конец. Я очень знаю много таких историй, и я не особо рекомендую кому-либо их использовать. Может быть, помните финансовые пирамиды из 90-х? Доверяй свой баучер МММ, вы доверяете свое будущее лидеру российского бизнеса. В МММ нет проблем. Сколько многомиллиардных лохотронов помнит история. Про это сняты уже десятки фильмов. Казалось бы, человечество давно должно было понять, что схема, где у тебя просят деньги и обещают вернуть в 10 раз больше не работает. Ну и не работает только для узкого круга основателей этого лохотрона. Но нет же, любителей халявы со времен Гая Юлия Цезаря меньше не становится. Говоря о скамерах, тоже зачастую собирают какие-то такие смешные идеи. Обещают, особенно вот эти, вот я не знаю, вложи к нам будешь 10% в месяц получать вот эти пирамидосников, которых просто заполнены рынок России. Я не понимаю, почему люди потеряют деньги на одной пирамиде, несут во вторую, потом в третью, потом в четвертую, потом в пятую и понимают, что они везде теряют, но они все равно несут. И вот это большая тоже проблема, что когда идут обещания, типа, дадим гарантированно проценты, там 6, 10, 15, 20, 30, 40, 50% в месяц, ну вот это бред полный. Помимо пирамид, начинающие и не только криптоэнтузиасты сталкиваются с ворами и хакерами. И даже один из наших суперопытных героев не стал исключением. Были такие случаи, когда у меня прям украли просто космическую сумму, огромную сумму, просто космическую. И там был белый хакер, который взял, спустя 2 недели всем вернул. А что он хотел этим показать? А он хотел показать, что, типа, войти в историю, что смотрите, я там украл суммарно, не только у меня, а суммарно он украл там у ребят 600, там сколько-то там, 80 миллионов долларов, плюс-минус, не помню точную сумму. И говорил, вот я специально украл, вы теперь подумайте, куда вы кладите деньги, почему вы там не анализируете нормально смарт-контракт, не анализируете нормально проекты, потому что они там могут быть дырявыми. Вот я это все типа украл, я теперь жду, как проект сам это все переделает, доделает, проект это все сделал, переделал, доделал, говорит, все, я тогда возвращаю деньги проекту, но это был случай с Polynetwork'ом и вся ликвидность сдавалась через U3Swap. И вот в тот момент я очень много денег похоронил в голове, и мне было очень приятно, что там спустя там 2-3 недели эти все деньги вернули. Ну смотрите, банковский бизнес, это новый рынок, вот Сбербанк? Нет, банковский бизнес не новый рынок. Кажется, нет. Знаете, сколько раз в неделю мне звонят с информацией о том, что мне согласован кредит или, не знаю, что была замечена подозрительная транзакция по моей карте. Ну 2-3 раза в неделю я получаю звонки на совершенно традиционном рынке, звонки от мошенников, то есть по идее там 2-3 раза в неделю, будучи пользователем классической банковской системы, весьма традиционной, я подругаюсь риску мошенничества. Многие боятся иметь дело с криптой, так как слышали истории о преступлениях, связанных с ней. Начиная от закладок в парках, оплаченных криптовалютами при помощи Телеграм-ботов, заканчивая оружием, покупаемым террористами. Много разговоров на заре ходило о том, что криптовалюта это... Деньги террористов, торговцев и прочих людей. Действительно, которые используются для какой-то незаконной активности. Откуда эти разговоры шли? Из анонимности. Потому что блокчейн поддерживает анонимность. Нету никакой системы, которая бы говорила, что вот этот кошелек принадлежит вот такому-то гражданину с такими-то паспортными данными. Но все эти времена, они уже остались далеко в начале 2010-х годов. Со временем все, кто пытался нелегально использовать криптовалюты, поняли, что прозрачность криптовалют находится на принципиально ином уровне. Потому что любая транзакция записана на блокчейн навсегда. Ее можно откатать на 100 шагов назад, что ты не сделаешь никогда в банковской системе или тем более с наличным денежным обращением. И посмотреть, по каким кошелькам она проходила и засветились ли те или иные кошельки в каких-то нелегальных активностях. Ну, например, когда взломали какую-то биржу и деньги по блокчейну видно, куда они утекли, токены или биткоины, видно, что они приземлились на определенный кошелек. Вот с этого момента этот кошелек навсегда криптосообществом считается токсичным. Не парцы. Несмотря на все минусы, у крипты, а если смотреть шире, у технологии блокчейн полно плюсов. Даже невероятно, как в сериале «Черное зеркало». Блокчейн, в принципе, в какой-то момент может сделать неактуальным наличие парламента или депутатов. Да, потому что мы с мобильного телефона можем быстро, оперативно либо голосовать за те или иные решения, либо делегировать в каком-то своему человеку. Без Госдумы? Да. А вот без правительства, то есть органа, который выполняет, реализует утвержденную стратегию, утвержденную гражданам стратегию, ты никуда не денешься. Без министерств никуда не денешься. Поэтому, конечно, децентрализация работы именно правительства в полном объеме, его можно сделать более, конечно, эффективным. Потому что, например, вот начнем с цифровой национальной валюты, которую, если на основе блокчейн делать, можно определить определенные характеристики, и каждый рубль, который будет имитироваться, он будет, например, иметь целевое назначение. Вот. У нас есть бюджет по направлениям, да, это там на образование, это на медицину, это еще куда-то. Значит, и у нас возможно, что цифровой рубль будет иметь вот подсветку такую, подкрашивание, То есть, давай вот сравним с наличкой, грубо говоря, пятитысячная купюра, на которой написано «Не воровать, а вложить в детские сады». Все верно. И это первая штука. Вторая, ну, объективность гостендеров на любые господряды, госпроекты и так далее. То есть, будет выигрывать тот реально, кто предлагает лучшие условия и лучшую цену. А дальше, по всей финансовой системе, поток вот этих подкрашенных денег, и он же полностью подотчетен. Ты отправил, например, на реализацию какого-то проекта, ты сразу видишь, когда получили, как потратили, целевым образом, не целевым, по рыночным ценам закупили, не по рыночным. Это в режиме реального времени. Но просто прикольно. Вот сейчас, как происходит, ты идешь, либо голосуешь за какого-то человека, которого мало знаешь. Ты видел плакаты, ты, может быть, послушал его какое-то интервью. И вот решил, ну, наверное, нормальный, да, и пошел проголосовал. Ты ему дал право 4 года, а где-то 5 лет, да, решать вопросы каждый день по тому, как ты будешь жить, как распределять деньги, какие законы принимать, вот. А вдруг он принимает и вообще не выполняет свои обещания. Что ты будешь делать? Ты будешь 6 лет ждать, пока новые выборы, да. А что будет в новой эпохе децентрализованного как бы самоуправления? У тебя есть телефон, у тебя, например, ты говоришь, я сам буду и какое-то время голосуешь сам. Просто мысль такая, что тебе надоело этим заниматься? Ты говоришь, я вот знаю Колю, например, какого-то, он крутой юрист, и я ему делегирую свое право, там, раз, там, свопом с телефона. Теперь у меня Коля, теперь может голосовать. Но это похоже на то, как люди ваучеры покупали в 90-е. я сейчас скажу дальше, еще интересное. Потом ты смотришь, Коля начал голосовать, он у него два сценария, либо так, как ты хочешь, либо вообще не так, так, как хочешь. Вот ключевой момент. Не надо ждать 6 лет. Если я увидел, что пару раз Коля проголосовал, как я не хотел или никак мы договорились, я обратно раз его свайпнул, либо себе, либо другому, Васе. Понимаешь, да? То есть фишка в том, что сейчас, когда депутата избрали, он знает, что он 6 лет сидит и может делать, что хочет. А в новой структуре, даже если я его избрал в парламент, я его могу убрать на следующий день. И они будут задумываться, и тогда парламент по-другому будет работать. Это же похоже на эти, на ваучеры, что можно купить людей. Нет, их нельзя купить. У людей купить можно и сейчас. Понимаете, злоупотреблений вне блокчейна гораздо больше в политике, чем внутри блокчейна. В блокчейне нет посредников, так скажем. вы выполняете определенную функцию, это куда-то уходит, и система сама, без привлечения людей, выдает готовые решения. Это может использоваться очень во многих вещах, в любых реестрах. Что такое блокчейн? Это хороший реестр, просто список. Но в любом случае нужно законодательство, которое определяет, как его использовать. Так же, как с машин лернинг, как и какую информацию закладывать в эти мозги. Так же в блокчейн. Вы несете бюллетень, опускаете, который потом кто-то записывает, что там написано. Или вы в компьютере нажимаете кнопку. Это обрабатывает система и выдает результат. Возможностей злоупотребления меньше. Это просто система. К каждому кейсу могут быть исключения. Но в целом блокчейн помогает устранить посредников и сделать так, чтобы все участвовали в процессе. В ситуации всеобщего недоверия мы доверяем всем, включая самого себя. Какая-то неодемократия какая-то. Условно, да, так и есть. Ты думаешь, на блокчейн-системах можно построить государственные институты? Сто процентов да. А это не мешает ли коррупции? Это устраняет коррупцию на сто процентов. И возможно, это и может быть с той причиной, почему это будет оттягиваться. Потому что коррупция, она же не только в России или в Беларуси. Коррупция, она везде. Она и в Америке, она и в Европе. Она по-разному строится, она по-разному прячется. Но коррупция есть везде, где есть отношения между человеком. Поэтому тут надо понимать, что когда только появится блокчейн, и мы сможем верифицировать все адреса, то, конечно, мы увидим налоги, как они пошли от того, как ты их получил. До, там, не знаю, производства ниточки для шнурка. И ты видишь всю эту цепочку, как кто где заработал и как мы пошли. Естественно, это может не нравиться. Но я не думаю, что это будет быстро. У тебя может быть история болезни, цифровая, в блокчейне, не только твоя с твоего момента рождения, когда там вся информация, чем ты там болел, что тебе давали, какие-то таблетки, как тебя лечили. Ну и нескольких поколений твоих, да? Это вместо вот этой вот медкнижки, которая вечно теряется с записями врачей, причем, которые не расшифровать другому врачу. Либо ты в одну клинику ходил, она закрылась, и там твои записи так и пропали. Либо тебе надо бегать в одну клинику за одной, выпиской в другую, потому что ты там по разным вопросам обращался в разные клиники. Тут единый цифровой профиль твой медицинский, вся медицинская карта, вся информация от твоего рождения, может быть, даже папа-мама, чем болели, да? То есть вся история рода твоего медицинская, если посмотреть на 2-3 поколения вперед. Это офигенно ценная информация, во-первых, потому что, понимая вот эту всю историю, точный диагноз или даже точный как бы тритмент, то есть точную программу лечения, грамотно подумать намного проще. Второе, ты, она никогда не теряется, вот. Третье, ты можешь альтернативные мнения получать и сравнивать с гигантским массивом данных людей, которые похожи на тебя по твоей истории болезни или по твоей симптоматике, если тебе врач, например, сказал, тебе надо вот эту программу лечения, ты можешь выйти посмотреть, похожая симптоматика и так далее, вот, вот такие-то, такие-то, о, похожи или не похожи. И третье, это монетизация. Собственно, фармкомпании, исследовательские институты, все, кто занимается медициной, им нужна огромная статистика и подтвержденная по факту. Соответственно, они платят деньги, большие деньги за это. И, в принципе, ты можешь сказать, вы знаете, я готов часть своей информации о себе, о своей медицинской, поделиться с вами за денежку. Это, конечно, звучит здорово, но если легализовать криптовалюты, нужно же ведь будет платить с них налоги государству. Интересно, как может быть устроена эта система? Сейчас формируется очень много интересных сервисов, ну, как, один я знаю, например, по-моему, называется CoinTracker, когда ты вводишь туда все свои кошельки, они синхронизируются, вот, в достаточно, надеюсь, безопасном формате, да, ну, они, по крайней мере, заявляют, что это все безопасно. И дальше ты, ну, это для американцев сделано в основном, там сервис такой, что она автоматически считает все налоги. То есть она смотрит, как бы, когда, какой дату, по какому курсу ты купил и когда ты еще продал. И прям выдает тебе информацию, сколько налогов ты должен заплатить американцам, ну, американскому правительству. Так что, я думаю, в принципе, появятся цифровые сервисы, То есть это все может быть прозрачно? Прозрачно, если ты честно, как гражданин, декларируешь все свои кошельки, это да, но если ты решил, там, пару анонимных кошельков замылить, ну, как бы, так же, как сейчас, ты можешь замылить, там, какие-то источники дохода, получить, там, кэш в бумаге за свои услуги. Ну, это такая история. Мне кажется, смотри, фундаментально скрываться от налоговой будет все сложнее и сложнее. С развитием всех цифровых технологий это становится, ну, очень сложно. Единственное, пока идет дезинтеграция стран разных, да, когда они, например, перестали обмениваться налоговой информацией, да, вот Великобритания, там, еще какие-то страны сказали, мы в Россию не будем составлять. Россия, скорее всего, тоже. Вот этот, когда раздрай закончится, была же договоренность по обмену информацией, причем в автоматическом режиме, да, вот, поэтому, собственно, но я верю, что все равно цифровые технологии сделают так, что абсолютно будет прозначено, что у тебя будет цифровой профиль в блокчейне, тебя как человека, где будет, не знаю, медицинские данные, образование, финансовые данные, ты, правда, будешь контролировать им, но тебя будут всегда говорить, покажи цифровой паспорт свой, международный какой-то, единый, в едином формате, где будет приниматься всеми странами, поэтому и там же налоги будут, то есть реально мы от этого не отделаемся. Есть такие страны, которые уже активно используют крипту как средство платежа и блокчейн внедрён в их систему управления. С кого из них стоит взять пример? Расскажи, есть ли какая-то страна, на твой взгляд, где регуляция криптовалют, блокчейна близка к идеалу? Слушай, ну, такой страны нет, но очень дружелюбные несколько стран. Есть прям совсем дружелюбные, Гибралтар, скажем там, Мальта, Эмираты, Сальвадор. Эмираты очень дружелюбны, я думаю, прям так новый-новый такой хаб. Столица, да? Столица становится криптоотрасли, и они очень вдумчиво прорабатывают законодательство. Дальше есть второй уровень стран, которые относительно дружелюбны, но нейтральны. Это Швейцария, это Сингапур, это, кстати, США и Великобритания. Почему я говорю, что они такой второй? Потому что они все равно регулируют очень сильно эту историю, и все равно как бы есть всегда шанс, что они как-то закрутят гайки. Но вот Швейцария более-менее держится, а вот как бы Сингапур, там, Великобритания и ряд европейских стран, они, скажем, повторяют то, что Федеральная резервная система США, там, американский регулятор как бы рекомендует. Так вот, сейчас большинство компаний, связанных с криптиндустрией, они зарегистрированы в США. Вот получается, что комьюнити, сообщество считает, что у США сейчас реализуется оптимальный баланс по многим параметрам, включая законодательство. И большая часть публично торгуемых майнинговых компаний, они зарегистрированы именно на Насдаке, на Нью-Йорк, на Нью-Йоркской фондовой бирже. В Беларуси довольно классные законы были в самом начале. То есть, вообще, вот этот вот декрет номер 8 развития цифровой экономики, он шикарен, он очень свободный, он очень либеральный, он очень правильный. Расскажи, что это мой, не в шокурсе. Ну, условно, майнинг без налогов, все транзакции между физлицами без налогов, для юрлиц надо регистрироваться в определенной песочнице, то есть, это ПВТ, парк высоких технологий, и там уже ты можешь эти операции делать. Фактически, это признание государством того, что он не в силах что-то контролировать, поэтому запрещать это не стоит, это дать над этому правовой статус и работать в этом. Но закон получился настолько прогрессивный, что чиновники побоялись его исполнять, мне кажется, и появилась под ним куча нормативных актов, которые все углы пытались пережать, зажать и задушить. Вот, поэтому сейчас это работает не очень хорошо. Но в то же самое время довольно неплохо показывается законодательство в европейских странах, его там нету, но они, например, в Великобритании торгово-промышленная палата колласситирует биткоин как там какой-то другой актив, да, и ты понимаешь, что с этим делать. В Америке есть понимание, что с этим делать уже, поэтому тут подход, он абсолютно не важен. Важно, чтобы были четкие и понятные правила игры для всех, чтобы люди понимали, что это завтра не станет незаконным, что если там кто-то украдет, можно пойти в полицию и они будут с этим разбираться. Если у тебя кто-то одолжил, то это тоже является объектом какого-то права и тебе его должны вернуть. Хотя бы какие-то такие базовые, банальные вещи, которые нужны для того, чтобы наступил какой-то масс-адопшн? Можете там пойти за, не знаю, крипту купить, я не знаю, какую-нибудь квартиру в Дубай, виллу и так далее. То есть у них все легализовали с точки зрения, предположим, крипты и также еще сделали там нулевые налоги. И, понятное дело, все криптоны ринулись туда, потому что там, во-первых, безопасно, что там чуть ли не там их главный шейх ходит без охраны. И они пытаются позиционировать это, что у нас безопасно, вы можете там не оборачиваться, вам не нужно, как в России, кортеж охраны для того, чтобы перемещаться. Это все спокойно, все открыто. И второй тоже такой очень важный момент, самое главное, низкие налоги и полная легализация. Даже не низкие, нулевые налоги. Дубай сегодня номер один по количеству криптоинвесторов, криптоэнтузиастов. Ну, если говорить с научной точки зрения, то статистики я такой не видел. Но если говорить по ощущениям, то кажется, что весь город занимается только криптой. Чем там занимаются люди? Какие есть вот способы зарабатывать на этом? Можешь там перечислить основные? Ну, самый простой инвестирование. Многие просто инвестируют удачно или неудачно, но в Дубае мы видим парадокс выжившего, мы видим только победителей, которые смогли на этом заработать и показывать красивую жизнь. То количество людей, которые потеряли на этом деньги, мы, конечно же, в Дубае не увидим. Потом это трейдеры. В моем понимании это игроки довольно близко к азартным играм, которые торгуют. Возможно, в какой-то момент времени показывают довольно неплохой результат. И, соответственно, у них появляются эти изи мани. есть там майнеры, есть создатели каких-то своих блокчейнов и проектов, токенов каких-то, NFT комьюнити. То есть, это довольно большая индустрия, в которой есть разные сферы уже и разные, скажем так, подотрасли, в которых каждый может добиться такого-то результата. Тот же, например, Дубай многим казался, крипторая. Ни разу не так. Очень многих людей сейчас вообще посадили в тюрьму. Это обратная сторона анархии, то, что ты ковбой, которого посадят. Это верно, совершенно верно. Поэтому многим игрокам тоже выгоднее стало иметь разрешение и понимать, что их не посадят. И иметь диалог с регулятором, с властью. Поэтому, в принципе, криптоанархия это не очень правильный, наверное, инструмент. Там, где анархия, там же и разбой, и грабеж. Вообще-то. Москва-Сити это маленький криптомир в большой России. Здесь можно встретить зумеров с крашенными волосами, закидывающих немножко деньжат на крипто-кошелек, крепких ребят со спортивными сумками, в которых явно не беговые кроссовки, чиновников, трейдеров, топ-менеджеров и блогеров. В общем, все разнообразие флоры и фауны, как бы сказал Николай Дроздов. Именно в Башне Федерация сосредоточены офисы многих криптопроектов и бирж. И успешные криптаны живут и прожигают деньги именно здесь. Расскажи про Башню Федерацию. Она всегда мелькает в этих докладах США. Что это вообще за место для криптомира в России? У нас там есть офис, как и у многих других, потому что похоже, что в Башне Федерация сосредоточено около 80 или 90 процентов российского крипторынка. Можно ли встретить в каком-нибудь обменнике в Москва-Сити чиновника российского? Конечно. Они там давно, да, вообще тусуются? Я слышал, что это такой тренд самых прогрессивных был как раз заниматься выводами через крипту уже очень давно. Да. Коротко и понятно, не добавить, не убавить. Может ли вообще глобально ужиться государство, государственные институты и крипта с ее анархичностью, децентрализацией и свободами? Мне кажется, тут главный вопрос, кто должен подстроиться или пойти навстречу друг другу? Для этого государства будет подстраиваться молодую поросль. А мне кажется, вот у государства особо нет выбора, потому что те, кто государства и страны, которые откроют двери для блокчейна, для криптоэнтузиастов, для стартапов из этой области, они очень сильно выиграют. И, скажем так, мы видим, что многие страны это понимают. Вот, например, в Португалии наблюдается огромный приток блокчейн-компаний, специалистов. Открываются офисы, растет потребление, покупаются дома, растет рынок недвижимости. США имеет, я бы сказал, на мой субъективный взгляд, довольно мягкую и на данный момент адекватную позицию. То есть, у них было, мне кажется, много мотивации какие-то проекты или продукты продавить или заставить внести изменения. Например, проверку личности или проверку ликвидности, что она чистая. А вот в DeFi это сделать очень сложно и в данный момент не распространено. И они довольно мягко, на мой взгляд, подходят к этой истории. Не знаем, что будем после UST и Terra, потому что слишком много людей потеряли деньги, возможно, это немножко изменится. Но государством выгодно идти навстречу, выгодно иметь диалог. И мне кажется, большинство людей и компаний, они готовы платить налоги, просто им нужна четкая обвязка, юридическая, которая говорит, в какие моменты, в каком проценте, что платится. однако, наверное, налоги должны быть немножко скорректированы, потому что все-таки блокчейн это виртуальная сущность и таких издержек и потребностей, как у классического бизнеса или у природных, допустим, энергетических компаний, нефтяных компаний, которые могут загрязнять окружающую среду или делать что-то еще, такого не происходит. Поэтому это должно быть как-то адаптировано в диалоге и мне кажется, что все будет хорошо. Сейчас есть 3% людей в мире, которые так или иначе инвестируют в криптовалюты и в целом по статистике они инвестируют меньше 10% в своего состояния. То есть сейчас в целом мире 0,3% мирового капитала. Это очень молодой и ранний рынок. То есть мы понимаем и мы верим в то, что криптовалютный рынок будет развиваться технологически и расти. Это наши ощущения, не факт, что это произойдет за 2 месяца или 4 месяца. Не факт, что охлаждение криптовалютного рынка будет существенно быстрее, чем это происходило в 2018 году, например. Криптовалютный рынок наверное можно сравнить в целом со стартапом, который буйный, молодой, где мало сотрудников, все можно пробовать, менять логотипы, вот это вот все там устраивать сумасшедшие криптовечеринки и вот это все. Но пока со временем, этот рынок будет расти, он будет бюрократизироваться как какой-нибудь банк. Становится более скучным, более привычным и более безопасным. Наверное, через какой-то промежуток времени это произойдет. Сейчас мы видим... Вы далеко еще от этого вообще? Нет, от этого далеко? Я считаю, что скорость развития существенно усилилась за последнее время в принципе везде. Скорость капитала, скорость технологий, скорость обучения людей, то есть все очень происходит быстро. Если пять лет назад криптовалюту кто-то что-то слышал и каким-то образом в этом участвовал, то сейчас об этом могут говорить существенно большее количество людей. Я считаю, что и банки будут жить, и криптовалюты будут жить, у каждого будет свой кусок в этом новом мире. То есть криптовалюты позволяют много чего построить вот по этому же принципу недоверия. То есть это и распределенные реестры хранения данных. Сейчас это активно используется в земельных кадастрах и так далее. Много где внедряется. Но я думаю, что не стоит ждать от чего-то слишком больших и быстрых успехов. Когда появилось кино, то от того, что было в самом начале до голливудских блокбастеров, прошло очень много времени. И если это сравнить, это два совершенных как бы жанра даже. И для нас то, что было в самом начале, там поезд как проехал, вообще за кино не кажется. И вообще как бы на любой телефон сегодня лучше снять можно. Поэтому как будет в конце, я не знаю. Но то, что криптовалюты сильно повлияют на наш мир, это 100%. То, что будут где-то островки, где будут сильное принятие и неприятие этой технологии, тоже это 100% так же, как и сейчас происходит с наркотиками, гей-браками и так далее. В некоторых странах это запрещено и серьезно наказуемо. В других странах это разрешено и чуть ли не поощряется. Поэтому мир, он разный. Где-то будет так, где-то будет по-другому, но в любом случае это будет интересно. Криптовалюты это социальный лифт. И могу сказать по себе, я на этом лифте неплохо прокатился. Во многом благодаря какому-то любопытству и личностным качествам, но во многом благодаря везению. Просто так сложились обстоятельства, удача улыбнулась. Я же понимаю, что я мог также купить эту криптовалюту не в тот момент, и мы бы прокатились вниз и не было бы ресурсов для какого-то бурного роста. В то же самое время биткоин мог вообще стоять на заброшке технологического прогресса, и никто про него бы сейчас не вспоминал и не говорил бы. И таких историй в мире технологий просто гора. Поэтому на чем там люди зарабатывают, это большой вопрос. На этом точно продезитирует много всяких инфобизнесменов, много мошенников. Я в этом вообще убежден на миллион процентов. Но в то же самое время это легкий способ заработать деньги был, я не знаю, может он еще и будет, но те, кто обладали каким-то бизионерством и какой-то рискованностью, реально, то есть даже не так давно могли инвестировать не так много денег и получить по сегодняшним деньгам вполне неплохой капитал. Те, кто вот пионеры, если они грамотно распоряжаются возможностями, то у них, конечно же, шанс задержаться на этом рынке сильно выше, чем у тех, кто придет после. И возможно потом через 10 лет войти в крипту будет сильно сложнее, потому что то, что я сейчас уже вижу по майнингу, если раньше мне надо было, там мы на двоих скинулись полторы тысячи долларов и как-то запрыгнули и все понеслось поехало, то сегодня, мне кажется, там меньше, чем тысяч пятьдесят сто делать вообще нечего. Крипту изобрели, потому что люди не доверяли Уолл-стрит, но пополняющийся пул банкротств в криптосфере поднимает важный вопрос. Можно ли теперь доверять криптовалютам? С одной стороны, обвал 22-го года в процентном выражении оказался менее сильным, чем предыдущий в 2018-м. С другой, в долларовом эквиваленте этот медвежий цикл был куда более серьезным. Он сжег свыше двух триллионов долларов инвесторов. Был такой тренд, все писали, что надо переводить деньги в доллар и укладывать в крипту, а по итогу там, ну, не оказалось это выигрышной тактикой. Ну, тут, что бы я хотел сказать, цыплят по осени считают, еще рано подводить какие-то итоги, то есть в любой инвестиции важен горизонт планирования. Как мы видим, в краткосрочной перспективе инвестиция в рубль была бы самой выигрышной. Но, если мы говорим про долгосрок, то сейчас мы итоги эти подвести не можем. Я по-прежнему являюсь ярым и таким идейным биткоин-евангелистом. Я храню все свои сбережения в биткоинах. И не то, что тут вот все говорят, ты веришь в биткоин, не веришь. Тут нет веры, тут есть понимание процессов, то, как развивается современный мир и то, что будет в будущем. То есть, это очевидная вещь. То есть, мы с вами понимаем, что рано или поздно будет какой-то искусственный интеллект, который будет более лучше, чем сейчас. Мы понимаем, что там VR-технологии будут развиваться, что, не знаю, в играх с каждым годом все будет лучше, графика. Также я понимаю, что криптовалюты сейчас полностью отвечают вызову времени и за ними точно будущее. Если мы говорим про логику, то на примере криптовалюты вообще очень хорошо можно понять, что стоят, какие валюты. Вот я, например, из Беларуси, я видел сумасшедшую инфляцию, динаминацию и то, как белорусский рубль много раз падал. Я понимаю, что неограниченная эмиссия это проблема, это то, что мы видели с долларом сейчас и видим, подорожание. Это то, что возможно ждет с рублем и то, чего никогда не будет с биткоином, потому что эмиссия биткоина ограничена ровно 21 миллион, их больше не будет никогда, их может быть только меньше, потому что их могут утерять, украсть, там люди могут погибнуть, владельцы. Пароль забыть. Пароль забыть, да. И даже если там исходить с какой-то банальной логики, биткоин в долгосрочной инвестиции это точно выигрышный актив. Я чувствую, что рынок начинает разворачиваться, что-то идет не так, я хочу купить еще больше биткоинов. Мы постарались уместить максимальный объем информации о крипте в два наших выпуска. Возможно, кто-то кинулся инвестировать деньги в крипту и видит в этом невероятное будущее. Другие лишь убедились, что это очередной экономический пузырь. Пустышка. Извечный вопрос, что делать, витает в воздухе. Мы не знаем, решайте сами, одно можем сказать точно. Изучайте новое, следите за трендами и за Forbes. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok